Эта картина получилась случайно. Вдруг ни с того ни с сего у нас образовалась такая, как вам сказать, временная территория, когда мне дали наедине остаться с этим предметом. Не было рядом ни студентов, не было рядом... Вовочка тоже побежал по своим делам. И я оказалась рядом с этим предметом, которому 100 лет. Этому предмету такой вшип. Что со мной произошло, я давно этого не чувствовала, потому что раньше, когда я не преподавала, я очень часто переносила энергию предмета к себе в картину. Здесь произошло то же самое. Когда я осталась наедине у себя в мастерской с этим царем виноградной лозы, да, это виноградный кувшин, да, виноградное вино на ливарке, я ему доверилась, и он мне открыл все свои тайны. Я находилась на вершине счастья, потому что я вела живопись так, как говорил мне этот кувшин. Вы понимаете, чудеса происходят. И сейчас эта живописная ткань мне дороже, чем что-либо сделанное в ситуации, допустим, когда мы вас обучаем или когда пишем картину в некоторой суете. То есть эту картину я бы забрала себе и повесила ее как возможность напитываться счастьем через нее, через этот живописный слой. Вы понимаете? Ну, допустим, допустим, вот, да, вот эту работу. Это продолжаются наши изыскания с этими старинными чайничками, которые нам предоставил Игорь Мельников. И вот мы писали эти чайнички. Я вам расскажу вот про эту работу. Я тогда была в состоянии очень сильно большого преподавания, записи дела, всех студентов. То есть я не была с собой наедине и с этим предметом. Вы понимаете, мне приходилось постоянно говорить, говорить, как надо действовать. Я не нашла с ним общего языка. Он мне не проговорил свои тайны. Возможно, внешне он и красивый. Но, как вам сказать, у живописи есть еще предназначение духовное, духовное. Вот эта работа, она называется «Изумрудная черепаха». Мы ее тоже рисовали, знаете, когда нас никто не трогал. Мы даже вот как-то расслаблены ситуацией, не надо было преподавать. Но я когда рисовала эту мордочку, этой черепахи, которая была сделана, допустим, сто лет назад, мне было так смешно, я хотела ей сделать выражение лица такое, как бывает у людей, когда они пьют чайную церемонию и улучшают свое настроение. То есть юмор тоже, если кто-то способен действовать, как Михаил Жванецкий, да, Миша Жванецкий, с юмором, да, было бы очень хорошо, чтобы мы в свои картины вводили элементы юмора, элементы такого доброго сарказма. Вот эти чайнички тоже, они довольно-таки смешные и довольно-таки, как вам сказать, уютные.